Какие риски для экономического развития вашей страны вас беспокоят? Честно говоря, я не вижу никаких рисков, потому что до сих пор наша экономика развивалась в позитивном русле и в гораздо более сложной геополитической ситуации. Даже во времена оккупации наша экономика росла. Сейчас же, когда мы полностью восстановили свою территориальную целостность и суверенитет, мы проводим масштабные экономические реформы, которые позволяют аккумулировать больше средств в нашем бюджете. Мы провели очень успешные реформы в области таможенного и налогового администрирования. Мы создали корпоративную систему управления во всех наших государственных компаниях, и мы видим пользу от этого. Безусловно, немалые доходы принесут проекты по строительству линий коммуникаций. Я уже отметил транспортные коридоры север-юг и восток-запад, по которым мы ожидаем транспортировку десятков миллионов тонн грузов, то есть дополнительного пересечения территории Азербайджана в разных направлениях. А это значит занятость, это значит дополнительные средства и геополитическое значение Азербайджана. Если вы посмотрите на карту нашего региона, Евразии, то увидите, что все основные транспортные пути проходят через нашу территорию. Мы построили самую современную транспортную инфраструктуру, что создаст дополнительные возможности. Плюс освобожденные территории Карабаха и Восточного Зангизура, куда мы планируем переселить сотни тысяч бывших вынужденных переселенцев. Это тоже станет дополнительным стимулом. Поэтому, честно говоря, я не вижу никаких потенциальных рисков ни в экономической, ни в какой-либо другой сфере нашей страны. Совсем никаких рисков? На сегодняшний день я их не вижу. Возможно, потенциальные риски могут исходить из-за пределов наших границ. Внутри Азербайджана у нас их нет. У нас очень стабильная политическая система. Она, как бы сказать, зиждется на единстве нашего народа. Особенно после исторической победы, завершившейся освобождением наших оккупированных территорий. У нас успешные экономические показатели. Наша экономика самодостаточна. Мы не зависим от иностранных кредитов. Как я уже сказал, в следующем году наш внешний долг составит всего 7% ВВП. А что касается наших резервов в твердой валюте и внешнего долга, то объем валютных резервов в 10 раз превышает наш долг. Иными словами, мы можем погасить свой внешний долг в течение одного месяца. Немногие страны мира могут это сделать. Самодостаточная экономика, хорошие политические связи с крупными международными игроками, политическая стабильность и единство в стране — все эти факторы демонстрируют, что внутренних рисков у нас нет. Внешние риски — да, но это будет зависеть от ситуации за пределами наших границ. Идет война к северу от наших границ. У нас нестабильная ситуация на Ближнем Востоке. Есть потенциальная напряженность по соседству. Это могло бы стать потенциальным риском для Азербайджана. Поэтому нам необходимо уделять большое и пристальное внимание защите наших границ, чтобы они были открыты для друзей и закрыты для тех, кто хочет навредить.